мне очень это конечно нравится я не так чтобы часто но стараюсь ездить на какие-то иностранные конференции и ты можешь встретить там про образование ты можешь там встретить много продуктов и рассказы про какие технологические решения но ты далеко не ну я например не так часто мог встретить там контентные дискуссии где можно услышать инсайты от коллег не просто рассказы про продукты те или иные как например на бэд происходит а именно городом а почему получается или визионерские беседы а куда вообще образование стремится это мне кажется большой вообще важная составляющая конкретное преимущество тех например в россии происходит и кранча в основном помимо этого безумно круто когда в россию приезжают топовые международные ребята в образовании и делятся опытом и можно не только послушать их но и выпить с ними кофе и поговорить потому что помимо вот этого визионерства неважно войти в контакт с человеком и здесь концентрация крутых людей на квадратный метр она очень высока это тоже очень ценно да мы сейчас активно думаем куда развивать нашу лома система то есть это часть платформа алгоритмика которая с которой работает учитель и администратор и было несколько очень интересных дискуссий на эту тему также искусственный интеллект в образовании это такая область про которую очень много говорят но мало у кого получается и я встретил несколько экспертов с которым мы который в разговору с которыми меня получилось откинуть какое-то количество идей куда точно идти не стоит а это иногда тоже очень ценно я влюбился образование четыре года назад я работал когда-то в консалтинг компании макензи и не делал там какое-то количество образовательных проектов и и дело их понял что дело что кармически правильно для меня очень важно и в какой-то момент когда я принял решение куда-то уходить образование это такой магнит который меня к себе в общем сильно притянул и я сначала вместе с прекрасным аши бородецкой запустил лектории синхронизация проект разумеется публикации культуры и искусства и после этого думая на тему того а что вот еще в образовании можно сделать что с одной стороны будет большим и и действительно меняющим образование с другой стороны то что будет интересно делать мне а я еще смехмата ингу и в общем меня очень плохо учили программированию как в школе так в университете а сейчас программист на весь золото я понял для себя что эта область та в которой мне интересно построить продукт и мало того что эта область действительно где можно и детей взрослых влюблять войти технология и соответственно помогать и в будущем стать успешно высокооплачиваемые специалистами помея помимо этого программирования это еще очень хороший инструмент для того чтобы учить опять же и детей взрослых навыком 21 века что мы с детьми учим учимся делать компьютерные игры это про креативное мышление логика критическое мышление это и есть программирование потому что она все об этом даже у ребенка это тоже развивается дети с 10 лет у нас работают в команде вот на командная работа работают над проектами и вот на проектное мышление которому школа часто не так чтобы учат от жизни это абсолютно точно пригодится ну и наверное вещь которая не менее важная вообще мы все очень многие очень боимся ошибок а в жизни добиться чего-то не ступая в область не выходя из зоны комфорта невозможно как у нас школе проверяют наши домашние задания или контрольной красной ручкой и ошибка это в общем то что то чего мы нас учат бояться а программирование написать код без без ошибки на самом деле невозможно и поэтому ты начнешь по-другому к ошибкам относиться это тоже ценная штука главный продукт который алгоритмика делает это наша эти система такой электронный учебник очень хороший и мы но адрес этим я искренне верю что без учителя обучение в общем невозможно поэтому мы создаем помощника для учителя который помогает ему в целом улучшить образовательные результаты в классе нашу систему можно использовать и в рамках школьной школьной основной основного образования и 80 тысяч детей по всему миру используют его рамках основной школы или ее можно использовать в рамках дополнительного образования в кружке в россии это очень популярно а мы сейчас это популяризируем еще и в мире и у нас десятки тысяч детей занимаются дополнительным опять же все про фокус на методике у нас 160 человек работает в алгоритмике это без преподавателя от команды который создает и управляет продуктом из них 40 это методическая команда у нас не так много курсов на каждый курс приходит около пяти человек которые его разрабатывают и мы действительно прикладываем огромные усилия того чтобы мало того что сделать его хорошим постоянно его улучшать а в том чтобы его постоянно улучшать нам помогает наша собственная эти платформы что мы видим каждый чих ребенка он фиксируется в системе такой цифровой следствах это вот сейчас модное слово поэтому мы проверяем как дети занимаются это помогает нам и дорабатывать контент и что не менее важно следить за преподавателями и давать им обратную связь потому что иногда проблема в образовании и чаще всего не в том чтобы что контент плохой то что хороший учитель с плохим контентом доберется до высот а в том что где-то учитель не видит как нужно и мы обучаем учителей помогаем им тоже совершенствоваться и вот этот фактор помощь учителю и в каком-то смысле управление аналитика которая ему доступна и геймфицированный контент который ребенку в общем также заходит это такие параметры успех у нас есть специальная обученная команда которая готовит который ищет преподавателей отдельная команда которая занимается обучением преподавателям разработка контента как человек входит также мы постоянно наш команда аналитиков разрабатывает инструменты чтобы мы могли наблюдать как происходит образование на примере ну опять же попсовое слово большие данные я не думаю что это про большие данные это просто качественно аналитика где каждая группу каждая группа просматривается через пленый набор фильтрах и мы видим у детей получается не получается а что значит получается дети из дома заходят в систему это если вот в этой группе заходит все процентов детей каждую неделю а в этой ноль или 10% раз в месяц, значит, скорее всего, преподаватель мало работает с мотивацией. Это для нас триггеры, чтобы посмотреть на каждого конкретного преподавателя и дать ему обратную связь, помочь ему стать лучше за счет тех же курсов, которые мы разрабатываем. Мы в алгоритмике сейчас, как раз когда команда стала очень большой, поняли, что нам очень важно сформулировать свою эмиссию и ценности, потому что, по сути, все вроде как понимают, но когда команда большая, очень важно, чтобы все это одинаково понимали, и это важно в словах каким-то образом. Иногда не влезает, но постараться. И для нас миссия, которую мы определили, мы хотим максимальное количество детей и взрослых, потому что мы сейчас немножко расширяемся, помочь им подготовиться к будущему, к следующему шагу в их жизни. И все продукты, которые мы создаем, они не про то, чтобы научить конкретно питону и так далее, а для того, чтобы то, чему мы научили человека, помогло ему в жизни. И это обязательно про максимальное количество, про миллионы людей, которым мы поможем. То есть это про большие амбиции. Кстати, мы отдельно сейчас сформулируем список ценностей человека-алгоритмики. Это про ответственность за результат, это про драйв, про то, что человек приходит на работу делать, его заводят, и это ему в кайф. Это очень важно, потому что если человек приходит только зарабатывать деньги, он не будет, в общем-то, думать про то, что он делает. Еще одна ценность – это про команду, про то, что… про коммуникацию. То, что нам комфортно работать вместе, и мы единая команда, которая вместе идем к результату. И это, конечно же, про качество образования. Мы хотим не просто продать, мы хотим действительно изменить образование. Поэтому большое количество ресурсов мы вкладываем в то, что на самом деле не про монетизацию. У нас тот же самый набор продуктов могла сделать команда в 10 человек. И могу сказать честно, мы не потеряли в количестве пользователей. Для нас важно учить, поэтому мы туда смотрим и активно об этом думаем. Ну, я вот немножко говорил об этом в начале. Почему программирование – это круто? В первую очередь, мне кажется, что вокруг нас так много роботов, компьютеров, приложений, телефонов, что спрос просто на разработчиков, как и каковых, он будет космически большой. Поэтому, если вы думаете, какую профессию выбирать, я очень советую подумать про программирование. Потому что, во-первых, это про то, что творить чудеса, создать технологии, которые начинают использовать миллионы людей по всему миру. И вы можете, правда, из ничего сделать продукт, который улучшает жизнь людей вокруг. Это потрясающе. И к тому же иметь хорошую зарплату, на самом деле, и интересную работу, где надо постоянно думать. Вторая вещь, потому что мы сейчас управляем Алисой, виртуальным помощником. Сейчас вот появляются роботы, в машине скоро мы будем вряд ли рулить, за нас автопилот будет все делать. И понимание того, как эти цифровые инструменты работают, абсолютно точно нужно каждому человеку. В Яндексе работают 10 тысяч человек, из них 15-20% программистов. Остальные люди, которые работают в технологической компании и должны понимать вообще, как разработка делается. Поэтому мы и в обычной жизни, сталкиваясь с этих технологий, должны понимать концепцию. Поэтому базовые навыки программирования этим помогут. А помимо этого еще и работа в технологической компании, не являясь программистом, в общем-то, это тоже большой сектор. И третья причина, это как раз про то, что помимо того, что это программирование, хорошая профессия, это очень хороший инструмент для того, чтобы учить людей вот всему остальному. Потому что мы можем вместе с, если мы говорим про взрослых, можно поставить задачу, как в городе, в урбанистике решить ту или иную проблему. И для этого нужно программирование, для этого нужна целая команда, которая подумает и таким, через проблем-солвинг, через проектную работу придумает решение. Это про проблем-солвинг, это про создание продуктов, про продуктовое мышление, и это и есть программирование. Это и про креативность, это и про логическое мышление, про командную работу. Это же очень классно найти предмет, который ты сам по себе ценен, но помимо этого он же еще и учит всему остальному. То есть метапредметным, междисциплинарным областям. Это, мне кажется, огонь. Поэтому стоит всем думать про программирование и хоть как-то его освоить. Я сейчас учусь преподавать, потому что я не получал педагогическое образование, а мне очень хочется работать с детьми. И вторая вещь, наверное, я учусь управлять командой в 160 человек, которая активно идет в мир. Потому что такого опыта у меня тоже нет, поэтому лидерство на масштаб и навыки регулярного менеджмента в действии. На самом деле, интересный вопрос. Я бы сказал так. Я думал, что в русской литературе она очень психологична. Читаешь Достоевского, ты понимаешь, насколько... Или Толстого, насколько эти великие писатели чувствовали людей. Но часто хочется в этот момент утопиться. И у нас в литературе очень мало героев, которые делали. И мне кажется, что очень важно читать и русскую литературу, потому что она сильно позволяет душу делать глубже. Но важно читать какого-нибудь Робинзона Круза или какой-нибудь таинственный остров Джульверна. Это книги про людей, которые делают. Поэтому, наверное, для совсем маленьких, это 7, 10, 11 лет, это действительно Робинзон Круза и таинственный остров, если говорим про немножко старше, то читайте книжки про Стива Джобса, читайте книжки про Маска, про Дурова, которые... про людей, которые создают и которые меняют мир вокруг себя. Про визионеров. Если же вы уже взрослый и хотите тоже восхищаться, на самом деле те же книжки про людей или про успешные кейсы создания компаний. Это тоже огонь и очень интересно.